приветствую меня зовут евгений додолев в эфире золотая рыбка и у нас в гостях сегодня культовый режиссер юрий грым с которым мы будем говорить о женитьбе но не его женитьбе а о спектакле примера которая состоялась 24 25 до совершенно недавно и там три классика до русских три русских классика которых другой русский классик свел в одно спектакль ну на самом деле конечно да это премьера театр модерн которым я руковожу уже три с половиной года премьера женитьбы да то есть я хотел бы у вас уточнить не вы постановщик вы постановщик женитьба да понятно что это гоголь но изначально гоголь но также мы немножко добавили туда предложение чехова и островский женибе бальзаминов на вопрос телезрителей а зачем ответ очень простой островский очень правильно сказал свое время что зрители приходят театр смотреть спектакль пьесу они могут прочитать дома поэтому когда вы приходите в театр вы должны приходить зачем-то понимаешь вы должны что-то увидеть то чего вы не знали но не видели в трех этих произведениях великих мастеров я нашел очень общее хотя они очень разные все эти авторы во всех этих произведениях никто никого не любит хотя все женихаются но никто никого не любит раз второе то что я попытался сконцентрировать свое внимание это впервые масса тысячи постановок было женитьбы экранизации прекрасной экранизации но первый раз это сделал театр модерн и я я все это свел и разговор вокруг женщины вокруг агафьи тиховны никогда она была странная такая ножка придурочная женщина и во многих постановках в политике во всех все даже не знают как ее фамилия а у нее фамилии потрясающие купердякина как они фамилии купердякина вот и я свел эти три произведения вокруг одной женщины а что испытывает женщина когда люди претендуют на руку и сердце а на самом деле этим женихам не нужно ни руки не сердце и нужны деньги да и что испытывает женщина в виде нас мужчин до очень странных очень разных и не всегда прекрасных своих ну помыслов поэтому вокруг женщин что она испытывает испытывает страх испытывает страх потому что испытывает страх разочарование мы начинаем это как комедия ну сатира гогольда сатира комедия но выходим наверное на драму поэтому я бы назвал такая ироничная мелодрама но если мы говорим про жанр страх это странно потому что у меня она представлялась такой есть термин баба с яйцами оказалось что она такая ну это да но это вот было в тепло у меня немножко не так у меня все таки трогательная женщина которая надеется на ту самую любовь и театр же это искусство обобщения да это же не конкретно это обобщение то есть я думаю что многие женщины себя увидят в роли агахи тиховны значит диалоги позаимствованы все чистые не от себя тина нету то есть переход от гоголя к чехову предложения и переход к бальзаминову островского своих слов нету не дописываю при этом действие происходит здесь сейчас сегодня сегодня здесь в россии они режет все-таки лексика и нет нет построение фраз нет нет но говорят они влюбленцы мы над этим смеемся насколько я знаю главная роль это лолита милявская да исполнитель ну да то есть когда я думал что все-таки хочу поставить женитьбу такую ироничную комичную мелодраму да конечно важно кто будет играть агафе тихо то что сказал в начале я концентрирую внимание этой пьесы вокруг женщины и мне показалось что лолита милявская как бы идеальный персонаж для этого понятно что можно иронизировать тоже у нее шесть мужей было да 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 конечно я это тоже конечно имел ввиду но но не в прямую то есть скажем так я с лолитой дружу тридцать лет да и я всегда говорил и сейчас я в этом убедился это драматическая актриса понимаешь такая драматическая актриса и это прекрасно то что она делает это сложно выйти на сцену поэтому лолита милявским прекрасная драматическая актриса она это попробовала и это было не просто ну потому что войти в леген Rowум клуба тачки и тобою дебют ее в качестве актриса театра и она вошла в труппу театра модерн это не просто наш как бы появляется человек из телевизора звезда игру к нему все пляшут я такие театры но для меня это не считается да да она появится еще в других спектакль театра модерн ну который будем ставить поэтому для меня это важный момент во первых это разнообразит трупу да во вторых у нас появляется вот такой автор как гоголь ну и микс из чехова из островского островского да тоже до этого мы выпускали шумные была очень успешная премьера война и мир толстого да это очень очень ну и нирвана куртка бей теперь мы иронизируем и такую небольшую сатиру на день сегодняшний то что у них у этих авторов все это есть есть над чем посмеяться но в этом контексте сегодняшнего дня персонаж милявской это какая-то бизнес-вуман или я бы не хотела раскрывать до конца то есть это не проговаривает это я бы не хотел нет там понятно кто то есть да эти люди живут к сожалению прошлом вот все люди которые участвуют в этом действии да но персонажи они живут в прошлом знаешь как очень многие люди к сожалению говорю об этом живут в ностальже да то есть кто-то хочет вернуться в 80-е кто-то в 90-е и это губительно я считаю что для страны то есть жить надо будущем а это только у нас разве разве в других мне трудно судить мне трудно судить про другие страны да например моя любимая япония сколько там вот я общался они как раз очень нацелены все сегодня может быть не в будущее а вот сегодняшним днем да они там в кимоно все женщины это это другая история это же не то что ностальгии это традиции традиции да это все-таки культура поэтому мои персонажи да она тоже содержательная но в своей категории ну примерно да можно же быть богатый если понять диапазон этого богатства да то есть для кого-то и там третьей яхты это мало ставят люди себе делают пятую яхту проект изначально делался под милявскую сразу 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 то есть не с ней сперва была договоренность да пьесу мы поговорили она была представлена труппе театра модерн на открытии сезона и вот сейчас с сентябре сентябре месяц как отреагировали коллеги ну во первых я уверен совершенно что в театре модерн очень чистая здоровая атмосфера приняли ее тепло конечно все переживали ну понимать до человек приходит из другого профсоюза до в другой эстетики в другой манере и лолита просто молодец что она так сказать прошла вот этот путь войти в труппу да и соединиться по темпераменту понимаешь а по энергетике по манере исполнения на сцене драматического московского театра это это большая работа понимаете это большая работа я вижу как реагируют люди пишут соцсетях что вы ничего сила они думали сейчас это будет ля-ля-ля жужужу это глубокая глубокая большая роль у лолиты но она это хочет я это хочу и если бы что-то не получалось конечно я бы не выпустил бы не выпустил и она так уж приоткрою на аплодисментах лолита плачет от напряжения ну ну когда в финале это трудно это это вот да надо рассказал мне многие звонят там ее коллеги по шоу бизнесу ой теперь я тоже хочу в театре играть но какие-то она говорит ребята подумайте сто раз потому что это сложно это очень сложно раз мы просто соцсети заговорили они звучало в соцсетях что режиссер гримов хочет хайпануть на скандальной славе я понимаю певицы которые известны вот именно разборками да значит я скажу такую вещь что режиссер гримов если бы хотел бы хайпануть бы он бы не ставил бы войну и мир да он не занимался бы театром а он бы только хайповал писал бы статьи рассуждал бы о жизни да кого-то стебал или оскорблял узнаете театр это очень сложно это непростая история мы за три с половиной года очень хорошо поднялись как театр модерн экономические так далее мне достался театр не самый лучший мне не достался ни один зритель а экономически мы сейчас себя чувствуем очень хорошо но до пандемии и сейчас слава богу мы вышли на 50 процентов и даже было замечательно что мы играли 25 процентов то что европа встала и до сих пор стоит и а как театр может находиться без репетиции как он может находиться без зрителей да вот я уже упомянул войну и мир вместе совместно с хором имя свешникова у меня на сцене людей больше чем в зале было да мы играли убытки убытки не плачем живем поэтому что значит хайпануть меня интересует театр целиком и на твой вопрос например то такой а с чего начать знакомство театра модерн я скажу что ничего что я чехов война и мир нирвана женитьба женитьба это еще одна вишенка понимаете вишенка на торте торте но театр модерн это драматический театр у нас сейчас мы к сожалению не полностью сделали репертуар у нас пока 11 спектаклей это мало на именование это мало должно быть 25 но курт кабин мне казалось вишенка на торте что это все таки фигуру рок-музыканта это не вишенка не менее смотри вообще на самом деле я очень рад что диапазон зрителей очень большой да я вижу кто приходит на спектакль нирвана я вижу ну это этих ребят ну девушек ребят я понимаю какой это возраст я понимаю кто это какой это вот очень смешанный был период когда приходили мама и дочка сейчас больше стало молодежи да война и мир четко делятся зал наверно пополам и молодежь есть и люди 50 плюс ну потому что толстой и так далее есть нас прекрасный спектакль матрешки на округлусе земли да это про женщин по 3 мы 8 марта вы играем вот там в основном женская аудитория наверное 45 плюс театр вот смотри цинично звучит но я же тоже как бы управляю этим процессом вот и приходишь в магазин правильно и ты хочешь купить допустим какой-нибудь дорогой алкоголь но рядом же кто-то приходит покупает совсем недорогую булку хлеба вы же в один магазин пришли понимаете да поэтому в театре должно быть большое разнообразие театр живет я за театр авторский модерн это авторский театр нравится не нравится но это театр где я формирую эстетику этику и стиль этого театра раз уж мы заговорили про урок музыкантов и про соцсети я помню ваш пост фейсбуке про фильм цой алексей учителя и он был очень резким с такими словами как там торгаш пустышка я понимаю что в профессиональной среде все знают что алексей ефимович учитель в общем весьма весьма посредственный режиссер но а выйти с таким заявлением в люди то есть открытый пост вы не боитесь что вам прилетит какая-то реакция человек влиятельный у него в кремле ну и пожалуйста я не боюсь что может быть что может быть а это почему я об этом грел потому что я очень сильно переживаю за это я все таки как-то отметился в кино и что-то делал мягко говоря да но для меня очень переживательно то что происходит кино сейчас я как академик ники отсматриваю номинантов вот если бы я был таким волшебником да и искал бы а давайте так вот вы на вашем канале смотрите все эти картины которые смотрят академики порядка 70 картин да я по две картины в день смотрю катастрофа это большая катастрофа те картины которые мы можем обсуждать но одна две картины в год ну что-то там более-менее где-то в коммерческом плане хорошо где-то интеллектуально примеры привести что в коммерческом плане хорошо в коммерческом плане хорошо но я сейчас опять вспомните спортивные драмы которые наверное я не являюсь поклонникам да в таком количестве спортивных драм наснимали очень много Но это коммерческий успех Это попадание Нет, легенда 17, движение вверх Я понимаю, что это сделали Это не мое кино Это эстетика 90-х годов Понятно, где это все роется Спортивные фильмы Я очень сильно критикую у себя же в соцсетях Современные фильмы о войне Это катастрофа Это катастрофа, потому что я воспитан На других фильмах На других фильмах То есть не надо снимать или надо по-другому это делать? Авторство надо вернуть Вот почему я в театре и почему театры до сих пор живы Смотри, многие молодые люди Не жалуют современных кинемоторов российских Не жалуют Ну и там посещение и так далее Но в театры ходят, театры битком А почему? Автор остался, автор, позиция осталась А там какое-то все размытое И когда мы вспомнили про Цой Ну это очень слабое кино, ребят, ну о чем мы говорим Я знаю половина участников этого фильма Я имею ввиду, кто едет в этом автобусе Я их половину знаю Юрий Шмельчевич здесь Да Ну о чем мы говорим? Ну ребята, я же знаю его биографию Я с ним общался Я был у него дома Я делал какие-то тогда еще видеоклипы Для его подопечных О чем мы говорим? И почему мы не можем говорить об этом честно? Это спекуляция на имени Ну потому что в вашей среде не принято на самом деле Я не знаю Я не в этой среде Я считаю Знаешь, вот я когда только начинал С Георгием Рербергом Оператор Тарковского Он сказал мне потрясающую фразу Режиссер всегда один Понимаешь? Я вот против вот этих вот этих Союзов Как это? Ну это мое мнение Я зритель? Я зритель, скажи, пожалуйста Ну, конечно Конечно Поэтому как зритель Человек может высказываться Так же и ты И любой зритель Может высказываться на то Что я делаю в кино Делал Делаю в театре Смотри 20-й век 20-й век это век кино Я расширяю там отметился 21-й век Это вообще не кино 21-й век Это театр Перформанс То, что нельзя тиражировать Мы с тобой Покупали раньше CD Помнишь CD? Да, конечно 11 песен 25 долларов стоил Потом же этот CD Мы покупали За сколько? За 4 доллара А теперь за 10 долларов Можно получить миллион треков Что это называется? Девальвация А в театре так не будет Ты должен прийти в театр Прийти ко мне в театр модерн Выпить бокал шампанского Побыть в буфете У нас играет живая музыка Прийти в зал Увидеть магию открывания зала И увидеть чудо Реальное чудо Которое нельзя стиражировать Ты не можешь это украсть А вот мне не обидно Разве что Поскольку Один спектакль Не похож на другой Но так должно быть Правильно? Обязательно Да Что это все не цифруется Или вы записываете все Нет Я против Против всевозможных Онлайн трансляций спектаклей Разве нет профессионального Интереса у режиссера Нету Отсмотреться У меня нету Нету Я скажу честно Даже те картины Которые у меня есть Они иногда идут по телевизору Да Я когда я даже вижу Что идет мой фильм Я не смотрю Если в театре Я постоянно что-то меняю Ну в спектакле Все время что-то доделываем Все время что-то докраиваем То кино Все Все Нельзя снимать одно и то же кино Нельзя постоянно оставаться с одним фильмом Ни в коем случае Когда прозвучало Докраиваем Это имеется ввиду Мы Юрий Докраиваем Или мы коллектив Докраиваем Мы коллектив Театр это семья То есть это коллективная творчество Это коллективная история Потому что Вот приведу пример Прекрасные слова Альпачин Альпачина Актера Когда спросили А что такое актер Ну что за профессия актер Он говорит Актер это канатаходец Только в театре Канат натянут под потолком А в кино Канат лежит на полу Я могу сказать то же самое Про режиссера Потому что Если я это все понимаю Как же так я сделаю И я понимаю Что актер под потолком Он же может упасть Согласен Значит я должен как-то думать об этом Я должен быть не только ответственным Но все просчитать Отдать полностью себя Поэтому театр Это семья Это абсолютно русское понятие Абсолютно русское понятие И то что происходит сегодня в театрах Такое разнообразие В Москве около 100 государственных театров 100 Понимаешь Это прекрасное завоевание Советского Союза То есть есть театр Маленький как эта студия Где-то в подвале В спальном районе Есть в центре Москвы Гигантские театры Это замечательно Нигде этого в мире нет Почему? Ну потому что смотри Традиция? Традиция конечно Ну что такое Русская драматическая школа Великий Станиславский Данченко Художественный театр Ведь обрати внимание Во всех регионах В городах миллионников Даже меньше Везде в каждом городе Есть по два по три театра Детский Музыкальный Драматический Согласен? Да И наречие знаешь какое? Они все говорят по-московски В основном Понимаешь Что я говорю? Ну откуда все эти Они все равно стараются Говорить по-московски Ну Это стопроцентно А если мы говорим Про Америку И сейчас Можно вспомнить А вот как же Бродвей Ребят Что такое Бродвей? Пыльные и грязные Пыльные и грязные Помещения Бродвей Нету гардероба Для многих это шок Русских которые приезжают Говорят Бродвей О чем мы говорим? Ну это американская культура Вот этого Я вообще Мюзикл Это не моя тема Ох не моя Вот вообще Это какой-то Вы сейчас Швыдкой бы поспорил Ну пожалуйста Но это его эстетика Мне это не нравится Мне скучно Это какая-то фанера Все какое-то Плохо поют Плохо играют Это все Не моя история А театр Музыкальный театр Это другая история Это другая вибрация И я очень рад Что у нас идет спектакль Который я бы очень рекомендовал Кто эстетизирует театр Эстетику Отношение к профессии Ничего что я Чехов Про Ольгу и Михаила Чехова Играет Анна Каменькова Потрясающе Это вот Это вот я Если бы мне спросил кто-нибудь Юрий Отчего вы хотели бы Чтобы посмотрели в театре Модерн Вот прям один Не три А один Ничего что я Чехов Вы поймете уровень трупы Вы поймете о чем мы говорим Поймете что я хочу сказать Вообще в театре Про людей искусство Поэтому когда ты говоришь А ты не боишься ли Когда я высказываю свои слова В соцсетях Нет Это очень резкие бывают Нет Да Но я никого не оскорбляю Лично никогда Это да Но это профессиональные оценки Очень жесткие Пожалуйста В мою сторону Я готов Давайте только обсуждать Не меня Не мою бороду А давайте обсуждать мой фильм Давайте обсуждать мой спектакль Понимаете И я готов к этому Я к этому открыт Я считаю что это нормально Человек который заплатил деньги Понимаешь Он имеет право высказываться Вот это своячество Клановость Это пожалуйста Вот мы поэтому и потеряли часть кинематографа А какую мы часть кинематографа потеряли Мы потеряли авторский кинематограф Данелли, Эльдар Рязанов, Балаян Ну я могу причислять Мы все потеряли просто биологически Авторство исчезло Авторство исчезло Новых просто не делают Нет А кому это надо У нас же как пишут От создателей Уже фамилии даже режиссеров не пишут Картины заметил От каких-то создателей предыдущей картины Авторство Ну это понятно Законяется эксплуатация успеха Какой-то Чья модель? Ну это понятно Что это модель Голливудская Голливудская А Колотозов Великий Когда он писал о Голливуде Что он был удивлен этой модели Потому что ни один Советский режиссер в кино Никогда бы не стал повторять тот успех Становиться на те же рельсы Которые были до него Он изобретет свое новое И поэтому советский кинематограф жил Да, но советские кинематографисты Никогда не были мотивированы материально Они не зависели от Не согласен Не согласен Ты получаешь Ну я много чего знаю Читаю И общался И я рад, что Я зацепил этих людей И они снимались у меня в кино Великие люди И я говорил уже о Рерберге И так далее Нет, вы получаете категорию Ну фильмы, да Количество копий Проката Там другие деньги Другие премии С деньгами было нормально Но опять С чем сравнивать? Сравнивать с Голливудом Нельзя Ну нельзя сравнивать Ну как Давай сейчас Вспомним Какую-нибудь другую страну Что у него происходит С культурой В России Режиссер получал Нормальные деньги И даже Бедных я что-то не видел Вот советских режиссеров Не видел Вот когда случилась Перестройка И все рухнуло Там рухнуло не только И заводы рухнули Я работал на заводе АЗЛГ Нет такого завода А раньше выпускали машину Москвич Прекрасную машину выпускали А скептики такие Помнишь были А вы можете снимать Как Голливуд И вот многие режиссеры Перепытаются снимать Как Голливуд Догнать его Как его можно догнать Он уже изменился Голливуд Голливуд вообще сейчас Стагнирует Посмотри на цифры Падение интереса К голливудскому кино Дэвид Линч И все остальные авторы Уже не снимают Джармош Уже не снимают Это дело не с возрастом Они говорят Мы не понимаем Что происходит Линч говорит Я не буду больше смотреть кино Я потерял систему координат Те фильмы Которые мне нравятся Они не собирают кассу Те фильмы Которые мне не нравятся Я считаю их ужасными Они успешны у зрителей Вот мы тоже Это все получили Я сейчас Единственное Что мечтаю Вот как бы Сейчас занят этим Хотел бы снять детский фильм Детский Для 70 лет Ну для вот этого возраста Вот Но не очень верю Что мы найдем деньги Я не очень верю Кому это надо А почему Такое желание Нет Я не про деньги Откуда такое желание Объясняю На эту возрастную группу Иролаш Свежий мозг Свежий мозг Он открыт Да он с гаджетами Да он с этими Компьютером И так далее Но он открыт к восприятию Да В этот момент Можно расставить правильно Приоритеты Понимаешь да Приоритеты Помнишь Крошка сын К отцу пришел И спросил у Кроха Надо медленно это говорить Что такое Хорошо А что такое плохо Вот это должен быть Девиз в соцсетях Согласен Ну потому что так Ну включите соцсети Какое там хорошо или плохо Там С садом с гаморой Понимаешь Вот Поэтому детское кино Это интересно И по жанру И по эстетике И по всему И начал писать Я Давно собирался Тебе это сейчас тема понравится Я уверен И я наверное с тобой бы Попросился бы поговорить Как-нибудь С диктофоном Я начал писать сценарий Про девяностые Ну понимаешь да Хорошо А какой концепт Ну концепт Не я в искусстве Мой приход В девяносто втором году И я же много чего делал Да И очень много Я имею в виду И политические И шоу бизнес И так далее Я видел как страна Строится Я видел как страна ломается А что такое девяностое Это оттепель была Нет А что Ну это была трансформация Очень серьезная И сейчас-то мы Летим-то в обратную сторону А мы летим в обратную сторону Абсолютно Хорошо у нас По формату Наш с карасем Дядей Володей С золотой рыбкой Гость Загадывает желание Дяди Володи Нет ну давай Все-таки мы обсуждали Сегодня театр модерн И премьеру женить бы Но Это все Не стоит Какого-то желания Это реализовано Если мы Все-таки Верим что она Золотая рыбка Мы же верим что Верим абсолютно Мы так называемся Я бы хотел чтобы Исчезла эта пандемия Чтобы люди перестали бояться За себя За своих близких Если серьезно Все остальное Мы решим И сделаем Это на самом деле Самое частое Пожелание В том числе От коллег по цеху И я здесь Не могу не присоединиться Пусть Самое важное Самое важное Чтобы все были здоровы И счастливы Да Спасибо за это пожелание И спасибо за разговор Спасибо Придем в театр Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому